Цегламенская библиотека номер 16 подготовила презентацию Вода – чудесный дар природы 22 марта – Всемирный день воды Почему же воду назвали водой? Название воды произошло еще с незапамятных времен И с того времени водой называют живую влагу Которая так необходима для жизни людей, животных и окружающей нас природы Вода – это жизнь, основа всего живого на Земле Чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения и улучшения качества и количества пресной воды для будущих поколений Ежегодно с 1992 года по инициативе ООН 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов – День воды В России этот день впервые отмечался с 1995 года Вы слыхали о воде? Говорят, она везде – в луже, в море, в океане и в водопроводном кране Как сосулька замерзает, в дом туманом заползает На плите у нас кипит, паром чайника шипит Растворяет сахар в чае Мы ее не замечаем, а без воды нам не прожить Дождь льет, как из ведра Целый день льет Льет и льет А откуда столько воды берется? Вчера всюду много луж было Не пройдешь, а сегодня сухо Куда вода делась? Мы знаем с вами, что она в землю впиталась Воздух уносит воду из моря Из речки, из поля, с каждого дерева С каждой травинки, с каждого листочка А вот с наступлением вечера стало прохладно Водяные пары сгустились и закрылось все туманом Ранним утром прикоснулся холодный воздух к листьям И осел на них капельками росы Вон какая красота А зимой вместо росы образуется иней Зимой капельки воды замерзают и превращаются в ледяные иголочки Из них образуются красивые снежинки Снежинки бывают разной формы Какие интересные облака Они состоят из мельчайших капелек воды А затем облако превращается в тучу А когда поливает дождь Дождевые капли глубоко под землю пробираются И текут они там подземными ручейками А вот на склоне оврага Виден бьющий из земли родник Эта подземная вода нашла себе выход И потекла веселыми ручейками в реку А из речки воздух все время Опять будет подхватывать часть воды И поднимать ее в небо Там водяной пар опять соберется в тучи И снова дождем или снегом упадет на землю Так и путешествуют дождевые капли на земле Под землей и по воздуху Такое перемещение капель называется Круговорот воды в природе Вода самая обильная из земли стихий Наша планета планета океанов Три четверти поверхности ее заняты морями и океанами Воды на земле много Вон сколько голубой краски на глобусе На воды, которая нужна человеку На самом деле очень мало Вода не имеет формы Прозрачно, без вкуса и запаха Если воду переливать в посуду другой формы То вода принимает форму этой посуды Вывод Вода жидкая не имеет формы А также не имеет вкуса и запаха Состояние воды Вода бывает жидкой А также она когда замерзает Превращается в состояние твердое Это лед А также состояние воды бывает газообразное Это пар Плотность Особенностью воды является ее способность При замерзании увеличивать, а не уменьшать свой объем То есть уменьшать плотность При охлаждении вода сначала уплотняясь Уменьшает свой объем Затем при дальнейшем снижении температуры до 0 градусов Вся вода замерзает и расширяется в объеме В результате удельный вес льда становится меньше воды И лед плавает Если бы лед не всплывал, а тонул То все водоемы промерзали бы до дна Испарение бы резко сократилось Все пресноводные животные и растения погибли бы Жизнь на земле стала бы невозможной Теплоемкость Ни одно вещество в мире не поглощает И не отдает среди столько тепла, сколько вода Теплоемкость воды в 10 раз больше теплоемкости стали И в 30 раз больше ртути Вода сохраняет тепло на земле Не обладая вода такой теплоемкостью, как сейчас Обмен веществ в теплокровных и холодокровных организмах Был бы невозможен На самое, пожалуй, удивительное свойство воды Это свойство практически универсального растворителя И если какие-то вещества в ней не растворяются То и это сыграло огромную роль в эволюции Вода – среда жизни Вода – транспортная система Вода – энергоресурс Вода – несущая беду Вода в большой опасности С развитием цивилизации, когда появились химические удобрения Моющие средства, двигатели внутреннего сгорания Когда человек отделил себя от природы и стал над ней Отходы жизнедеятельности человека начали все загрязнять И в первую очередь водохранилище Мировой океан ежегодно поступает около 13-14 миллионов тонн нефтепродуктов Нефть в водоемы попадает в результате утечки при погрузке танкеров При авариях танкеров Сбросе остатков нефтяного груза Загрязнение водоемов Вырубка лесов по берегам рек Некоторые ученые считают, что все пустыни мира возникли в результате деятельности человека И еще 5-7 тысяч лет назад пустыня Сахара была зеленой саванной На которой паслись стада и охотились древние люди Если мы объединим наши усилия по защите водных ресурсов По бережному отношению к природе в целом Мы сохраним для потомков главное сокровище земли Воду Россия – великая водная держава Почти четверть мировых запасов питьевой воды сосредоточена в границах нашего государства Реки России несут десятую часть ежегодного мирового речного стока Водное изобилие накладывает на нашу страну и особую ответственность перед человечеством За сохранение этого важнейшего природного ресурса Проходят эры миллионолетия Земля живет и будет жить всегда Пока в артериях ее не иссякает Источник жизни – чистая вода Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует...